Привет, меня зовут Илья, это Амик.ру, коротко о главных новостях за последнее время. 2020 год не перестает нас удивлять. Вот, например, в Сибири в декабре совершенно неожиданно выпал снег. Естественно, после снегопада барнаульские пробки сразу превратились в московские, а в комментариях началась война между коммунальщиками и автовладельцами. Да, проблемы с уборкой снега у нас есть. Для этого достаточно вспомнить просто прошлую зиму. А еще у нас есть метеозависимые автовладельцы, которые каждый раз при любых осадках резко забывают, как нажимать на педали. В непогоду старайтесь пользоваться общественным транспортом. Кстати, об общественном транспорте. Тут барнаульцы продолжают протестовать против повышения цен на проезд. В этот раз митингующие отметили, что если это повышение пройдет, то цена на проезд в Барнауле за прошедшие два года увеличится на 25, а то и на все 40%. При этом бензин подорожал всего на 2-3%, а доходы граждан вообще упали. Каждый раз, когда я вижу такие выступления, вспоминаю прошлогоднюю историю. Это было зимой, я ехал на автобусе, и водитель начал заходить в поворот и застрял. Всем салонам нам пришлось его выталкивать, потому что первая передача не включалась, а выехать без нее из снежной каши практически невозможно. Это я к чему? Подобные ситуации развивают в людях чувство коллективной ответственности, навыки командной работы, физическую силу и много чего другого. А за такое не то что 28, даже 30 рублей не жалко. Если вы являетесь счастливым обладателем пары глаз и хоть иногда бываете в центре, то вы явно заметили, что стадион-локомотив начали сносить. С одной стороны, грустно, когда из города пропадают здания с таким бэкграундом. Кстати, об истории стадиона у нас есть большой текст, ссылка на него будет в описании. С другой стороны, это типичная для 60-х годов советская постройка. Тем более, что в проекте новостройки, которая вырастет на месте стадиона, предусмотрено, что его фасад сохранят. Внутри него расположат кафе, офисы и подземную парковку. Если все это не обрастет дешевым китайским сайдингом, то почему бы и нет? Тем более городские архитекторы уверены, что это здание может стать новым символом города. О том, что думают компетентные, в отличие от меня, люди, можно почитать в материале Алены Жуковой. Ссылка на него будет в описании. Массовая вакцинация от коронавируса в регионах России еще не началась, но уже рискует провалиться. Тут на днях госпожа Голикова заявила, что если вы хотите поставить прививку, то вам нужно на 42 дня отказаться от алкоголя. Нет. Безусловно, вакцина от коронавируса – штука полезная и получить ее нужно. Но как тогда 42 дня лечить широкую русскую душу? Мэрия Барнаула потратит на подготовку к Новому году 16 миллионов 700 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Барнаульцев такая сумма удивила. Одни в принципе не знали, что в мире существует столько денег, другие не поняли, на что их потратят. Удивились такому раскладу, вероятно, и сами чиновники, которые не сразу сообразили, что им купить на такие бабки. Сначала они заявили, что большую часть, это около 9 миллионов, потратят на новое освещение. А потом мэрия Барнаула выпустила текст, в котором сказано, что больше 10 миллионов потратят на закупку льда. Ни хуй не понял. Ну, очень интересно. Так или иначе, город все-таки украсят. И пускай массовых гуляний не будет, но прогуляться по ярким и красивым улицам вам никто не запретит. А в конце этого, прямо скажем, дерьмового года, немножко праздника никому не помешает. Такой была прошедшая неделя глазами на вас снова редактора. Ссылки на все материалы из выпуска будут в описании под видео. Там же будет ссылка на свежую переговорку. Читайте, смотрите и комментируйте. Пока.